Дарова всем, ребята, киндапока на проводе и прямо сегодня я покажу вам топ-5 ситуаций, на которых открытие кейса просто пошло не по плану и вышло из-под контроля. То, что вы увидите дальше, это лютейший трэш, так что присаживайтесь подобней и приятного вам рассмотра. Ну а перед началом данного ролика хотел бы вам разыграть G2 The Frozen. Чтобы получить, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, посмотреть все видео без примоток. И в-третьих, напиши любой хороший комментарий плюс твое ID. Выполняй все условия и всем желаю удачи. На G2 The Frozen вышло свежее обновление. Добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп. Обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов. А по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% пополнению. Всем нужны ссылочки, ты найдешь в описании. G2 The Frozen. Мой выбор. Ну что же, ребятки, поехали к реакции номер 5. Ну что ж, поехали смотреть. Ссылочка на канал автора есть в описании. Большое спасибо, Санга. Ну что ж, смотрим. Парень открывает кейсы. Нет одного ножа. Вообще нет. Ни единого ножа. Очень жаль парня. Похоже, проблема и у меня. Тоже ни единого ножа не выпало с кейсов. Два кейсика, два кейсика. Ох, ребят, ща будет контент. Дайте аркану хотя бы, ну пожалуйста. Ой, блядь. А! И... О! Бабочка! Блядь! Бабочка! Осуждаю, осуждаю маты. Ебать! Бабочка, ну ебать! Ну короче, ребят, все нормально. Тот без матов желательно. В следующий раз реагирую, братан. Ну а на четвертом месте у нас располагается кент АПК. Ребят, я вам скажу так. Давайте, пожалуйста, без лишних слов. Просто внимательно смотрите. Поехали! За Советский Союз! Да! 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 Я упал. Ай, как больно. Ну а далее у нас идет моя девушка, которая открывала Хэллоуинский Чарм Пак. Ну что же, давайте смотреть. Хорошо, все. Так, ну что же, она открывает кейс. Она сама по себе отвернулась. И ей выпадает тот самый Чарм Паук. Просто представьте, как же она будет в шоке. Ой, кора, это я сам у себя. Сейчас, короче, она посмотрит. Ну? Так. Ну? Что выпало? Давай, смотри, Анетка. Она с телефона смотрит. Задержка. Задержка. Ох, ребята. Сейчас она будет кричать. Готовьтесь. Просто готовьтесь. Ха-ха-ха. Да, сделайте потише, мужики. Лучше сделайте потише. Предупреждаю. Это она ко мне бежит. Обалдеть, ни хренасть, она кричала. Я сделал потише, она на п***е не глупит. А я не смею, я в шоке. Мне кажется, она была не так рада, когда мы с ней начали встречаться тоже. Извините, правда, за мои эмоции. Ну, а вот мы незаметно подкарались к месту номер два. Тише, тише, тише. Да, есть подписчик. Кент сосислили за 24 каузы. Мы все просланы. Стоп, стоп, стоп. Не то видео. Ну и первое почетное место занимает мой лучший друг по имени Тик-Тик. Ютуб, если что, это шутка и актерское мастерство. Никто не пострадал, поэтому все нормально. Ну что ж, давайте смотреть, что же произошло. То есть Тик-Тик открывал Origin кейс и, к сожалению, к нему прям в открытии этого кейса вломились два непонятных тюпа. Непонятно, что не хотели. Они говорили, извиняйся за что-то. Ютуб, если что, это все друзья, все нормально, не переживай. Они так просто общаются между собой. Все нормально, все нормально, все нормально. То есть он просто садится на колени. И прямо сейчас мы, ребята, посмотрим, что же будет дальше. Прямо сейчас на нем говорят, ему извиняйся. Не поято, правда, за что. Но Тик-Тик не извиняется. Говорит, что духом не пал. Они достают телефон и пытаются его снять. Не знаю, зачем. Просто не понимаю, зачем не снимают его на телефон, если он и так на стриме. Реально, какие-то очень глупые ребята в масках. Ну, вот такая вот ситуация произошла. Прямо во время стрима вломились два парня. Усадили его на кресло. Начали снимать. Начали делать непонятно что. Так, сейчас YouTube, если что, все нормально, все нормально. Просто он решил немножко привезти отдохнуть. YouTube, все нормально, все нормально, все нормально. Мягко говоря, это было самое необычное открытие OriginCase, которое я когда-либо видел в своей жизни. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин